Планируется произвести 6-7 серий. И вот первый сериал будет посвящен конструктивистским зданиям в Новосибирске. Здесь у нас очень хорошая компания сложилась, творческая. То есть, как сами видите, фильм получится, и получится не только содержательным, но и достаточно зрительным, интересным и т.д. и т.п. Дальше. Есть желание продолжить эту тему и начать снимать, скажем так, следующий мини-сериальчик о каких-то других стадиях в Новосибирске. Очень хочется снять сериальчик о новых зданиях в Новосибирске, потому что Бэтмена, он же двухвостко ругают все. А за что его ругают, не очень понятно. Может, его на самом деле и не стоит так уж сильно ругать. То есть, ввести в сознание новосибирцев их архитектуру через интернет в конечном итоге. То есть, фильмы 7-8 минут, и в конце концов они, естественно, расползутся по интернету абсолютно неконтролируемым образом. Вопрос на идейную поддержку. Как умудриться заработать до того, как они расползлись? Этот вопрос уже задавался, но я, соответственно, сегодня, так как у нас абсолютно новая аудитория, не буду говорить о тех, о которых мы обсуждали. Еще раз вопрос. Вопрос, как заработать на этом проекте, который еще тоже не до конца представлен, деньги на следующий проект. Окей, вопрос понятен? Понятен. Понятен. Идеи? Денис? Ну, единственное, очевидно, это либо Планета Ру, Бумстартерс, классический формат. Планета Ру, Бумстартерс, записывайся. Как это слово там называют? Это называется народное финансирование, краудфандинг, да? Краудфандинг. Краудфандинг. Хорошо. Потом поговорим отдельно же, да? Распространить эти ролики в очень плохом качестве в интернете вперед, с началом продажи. Окей, идеи понятны? В очень плохом, что они возможно. Идеи понятны? Мне очень нравится, я... Не комментируй, не комментируй. То есть записывай, идеи понятны. Ну вот, когда зал этот концертный построили, сколько этих дуратерок, как он вписался, не вписался, да? И вот это место напряжения, да, вот... Многие здания так вот обсуждают, зря или нет. И вот строителям этих зданий предложить, чтобы снять вот это напряжение, показывать нормальный фильм, как вот вроде бы все нормально вписалось. Хорошо. Круто. Понятно. Записал? Андрей? В данном случае существует агентство, которое занимается пиаром Новосибирской области. И у них есть бюджет порядка 300 миллионов. В данном случае у кого им есть? Струков создавал, он передал, пожалуйста. Вот. И туда можно обратиться и им продать этот фильм. Им продать сериал. Серьез. Им продать сериал. Окей, понятно. Спасибо. Да. Есть такая идея, собственно говоря, любые деньги готовы платить компании за рекламу. Как можно здесь совместить, показывают, рассказывают. Какая-то компания строит в Новосибирске, либо занимается реорганизацией дома, реставрацией. И вот, например, показывают, как строили этот дом. И показывают, как вот сейчас монтируют эта компания. И такой экскурс в истории, ностальгия. И мы сталкиваемся с современной компанией, видим ее эмблему. Я понял, в чем. А как? Как это сформулировать одним словом, чтобы записать? Да, я считаю, что можно сделать некие рекламные ролики для строительных компаний, которые показывают экскурс в истории. И как бы вот так вот, я не знаю, как это. Мне кажется, прикольный. Вторая очередь. Реклама застройщиков, да? Да, да, крупные компании строят, реставрацией кто занимается, фасады делают, еще что-то. Я понял. Вторая идея, конечно, есть. Я бы вам предложил, в этом формате есть, например, тим-классный, там девушка, современная, она там что-то покупает в аукционе и в историю отправляется, когда туда одевает королева, короче. Типа она королева. Можно сделать некий фильм о Новосибирске, как вот какой-то современный парень, допустим, чем-то занимается, там, каким-то артиквариатом, как эта вот вещь где-то в доме. Художественный фильм, который отталкивает назад, да? Да, да, какой-то художественный фильм, прям, ну что, ностальгия. Как-то у нас, много же талантов было в Новосибирске, там, оперный театр был и прочее, как строился. И вот были, кареты ездили, вот трамвай посреди города, кто-то не знает, бараки, то есть, как появлялся город, то есть, и, допустим, показать, как бараки живет, там, на Карломарце, или как там уже огромный город. Художественный фильм с архитектурным дежавю записал. Да, 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 да. Показать безбаланс, как город появился и какой он был, реально, вот, даже в поствоенное время не было города. По своенное время бабушка в браке жила, ну, Макс, а сейчас там, извините, хорошо. Хорошо, спасибо. По сути, вот эти ролики, это есть реклама бренда Новосибирска, да, но если бренд города Сибирска, то туда приходят новые инвесторы и прочее. Поэтому заинтересован бы в этой рекламе, как говорил, молодой человек, да, например, губернатор, который отвечает за бренд на город Новосибирске. Поэтому, как реклама, наверное, это ему будет идти обратиться к губернатору. Хорошо, спасибо. Сейчас. К Мару, наверное. Можно, вот, как бы, свою ремарку. Основное продвижение сейчас как делают вообще любых проектов? Через контакт, через лендинги, через ютуб. Почему бы просто не делать короткие, допустим, шокирующие ролики, чтобы люди заинтересовывались, кликали и поднимали рейтинг этих коротких, ну, там, минута-две, допустим. Шокирующая правда о Новосибирске, допустим, по каждому району, по каким-то событиям, как это начиналось, чтобы это людей именно цепляло. Эти ролики будут людей привлекать, и, соответственно, можно туда пускать рекламу коммерческую, и они будут собирать деньги. Это продвижение. Конмерческая реклама. Конмерческая реклама через короткие ролики, чтобы люди от них не уставали, а прямо вот рекомендовали друг другу, что, о, мы такого не знали о Новосибирске. Чтобы люди, как бы, происходила популяризация именно того, тех нюансов, которые у нас происходили. В фильмах должны быть страшные истории. Да почему страшные? Просто, как бы, завязка развития событий и итог. То есть вы не знали этого, а вот это вот так, именно во Новосибирске, по каким-то мероприятиям. И связать это с коммерческими? Да не обязательно с коммерческими. Главное, чтобы поток кликов и просмотров был. А коммерческая составляющая, это уже люди, которые... Идея, понятно? Давай. Можно же превратить этот фильм в учебное пособие, но при этом не сделав его скучным? Я вот, например, честно не знаю, не научил пособие, которое будет нескучным. И вот опять же, и представляете, это кружка, опять же, где люди занимаются архитектурой, они с радостью поддерживают. Через вузы, в принципе, курсы, все, что угодно, и везде это распространяют. Но сделать это настолько интересно. Например, фильм 7... Минуты, вот, 7-8 минут идет фильм, и очень интересно, на самом деле. Было, хотя исторические данные, все в учебной пособие. Понятно, спасибо. Кирилл, это подружиться с главным архитектором города, когда он ставит под любой новостройкой подпись, как это описывается в архитектуре города, сказать, для них там 50, 100, 250 тысяч отдать на съемку ролика, ну, как бы когда-то миллиардные проекты и туда накупить. При этом, как пишется это в архитектуре города об этом фильме. Хорошо. Спасибо. О стадии согласования документации. Я уже зову до конца. Дальше. Отходим от строителей, возвращаемся к крупным компаниям, у которых огромное количество денег, которые потихонечку уходят, ну, популярность, например, там, ну, считают, что там, колу, там, или пепси. Можно двигатель мыть, а приупить это нельзя. Надо пить здоровую воду, там, или что такое. А тут, как бы, можно как бы к которым компаниям обратиться, да, и сделать некий такой вот, как развивалась компания в городе. Я вот помню, была пепси, офигенно вкусная. И сидит, допустим, вот, архитектор, строится, допустим, там, он строит, подошел, и так вытер полот, так, пепси, ну, допустим, bitterness, просто, да, по звуковой рукой уже там что-то есть, есть, есть. Ну, так, блин, 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 блин. Это боксист. Это эклама, фильмы, которые есть. Зачем изобретание билдис и уже это все есть. Это можно круто сделать для наших региональных поставщиков. Они теряют популярность, я серьезно говорю, в регионах. А если это будет для жителей, когда такая вот экскурс в историю, все равно на том, что было, есть возврат, короче, качественно все равно. Понятно. Я хотела такая вот предмет, ну, у меня есть экскурсионные трамваи, экскурсионные коллеги. Если сделать экскурсию, то вот как раз вот экскурсия на Красный проспект, какой есть и как у него, то есть экскурсия по времени. То есть чтобы прокручивался этот ролик во времени экскурсии. А, внутри видеоэкскурсия. Да, внутри, внутри показался видеоролик. Да, да. И давайте именно вот этим компрайном, как это занимается, чтобы выигрывали оба. Запрос идет в большей степени на деньги, да? Я предлагаю обратиться в штабы, в избирательные штабы, которые сейчас выбирают мэра, а через год это будут выбирать губернатора, да? Если ты вставишь туда 20 секунд фотографию какого-нибудь будущего мэра, ты, в принципе, такой чудесный фильм не испортишь. А потом вырежешь его и уберешь назад. Вот, и ты эту идею смотри. И второе, да, то есть это сыграть на выбор, у них есть деньги, они их раздают. И второе, существуют депутаты, они же и строители, как, допустим, Илюхин, да? Можно ему предложить, чтобы вставить маленький кусочек, а то, какой вклад вообще в облик города внесла вот эта именно строительная компания. Тоже особо фильм не испортишь, но это можно продать. Хорошо, понятно. Спасибо. Еще идеи? Очень. Ну, идея, конечно, про деньги пока не поняла, я как это связано. Просто связать прошлое с будущим, то есть включить Сианонс, что можно снять еще сериал, не понимая прошлое. А, продолжаем, то есть продолжаем про будущее. Да, и может быть, уже собирать деньги с будущих инвесторов, с будущих компетеров. Внутри этих фильмов приглашать будущих инвесторов на будущий фильм. Да. Просто... И вообще будущее на Сибирске. Я правильно? Да, вообще будущее на Сибирске. 2050 год. Ну, это то, что ты... Короче, там пара идей. Да. Ну вот, в продолжение предыдущего сказано, в центре города музейчик есть что-то, центрального района или что-то такое. И там сейчас, по-моему, до сих пор еще действующая выставка называется «Каким бы мог быть Новосибирск?». Наши ребята, молодые архитекторы, предлагали просто фантастические предложения по архитектуре. Это все есть там в каких-то проектах, в чертежах, в рисунках, но это не воплощено. Если это вставить в фильм, то есть у людей будет реальная связь вот этого прошлого, от деревни и грязи, да? И вот это будущее, это летающие бережа. В конце фильма вставить вот, ну просто по чесноку опять-таки написать, для продолжения серии фильмов «Прам-пам-пам» и расчетный счет скидывать. То есть, если понравилось, вы можете сделать благодарственный платеж, совершенно верно. Идея у меня, я хочу ваши два этих бизнеса совместить, которые у вас есть. Вы же занимаетесь пешейю прогулкой, я правильно понял? И снимаете ролик. Смотрите, допустим, маленький мальчик идет по городу, город старый, он смотрит, посмотрит, что-то рассказывает, спрашивает что-то у себя, там, зачем этот дом, куда-то ходит и так далее. И потом по себе на по себе он раз, ну, больше, а уже другой дом. Сценарист уже, что на фильме у меня уже есть. Да, он уже взрослый, уже потом он еще так. И как понимаете, вот это вот, он вырос, как бы, концепция такая ролика, да? То есть, понятно. То есть, деньги, как можно деньги на этом заработать? Вот ответ на вопрос. Пешие прогулки. Вы можете в арене съемок, организовывать пешие прогулки, и люди станут актерами этого фильма, за это заплатят деньги. В принципе, это вполне возможно и реально. Люди хотят путешествовать в городах, я бы, я бы, я бы, участвовал в этом проекте, не заплатил вам денег. Понятно, спасибо. Если это, если это серия проект, ну, это нужно просто обладать телеканал. Телеканал, да. Тем же новосибирским телекомпаниям или каким-то компаниям. А, у нас же есть продюсер одного телеканала среди нас, или что? Ну, ладно. Ну, или там, метрополитену. Ну, пусть те, кто именно их использует, кто их закупает. Хорошо, понял. Спасибо, все последнее есть. Предложите конкретному инвестору предложение снять фильм по его стройкам. То есть, Академстрой от ДК «Горького». Да, есть директор Академстроя, знакомый. Хорошо. Хорошо, поэтому, уважаемый капитан, твои 20 минуты стекли. Скажи нам, что было ценно в текле. Внимание! Во-первых, мне было, ну, мне всегда очень интересно смотреть, как люди смотрят. Я получил огромный кайф от того, как вы смотрели этот фильм. Супер! И... Ну, из 22 записанных пунктов, о трех я даже и не думал. Из тех, которые мне понравились, я имею в виду. Ага. Скажи об этих трех пунктах. Что тебе за текле? Я не найду сейчас. Не найдешь? Я не найду. Ну, вот так, на память. Первое, что цепануло? Ну... Гуляющий мальчик. Из того, о чем я совсем не думал, это, допустим, разговор с инвестором. Может, я могу... Надо посмотреть. Вот интересно, что цепануло. Нет. Во-первых, мы же уже обсуждали это дело. И довольно большое количество идей у нас уже звучало. Да. Вот разговор с конкретным строителем звучит первый раз. Ага. Избирательные штабы, там несколько вариантов, да, звучит первый раз. Ага. Фильмы плохого качества звучат первый раз. Ага. Я, скорее всего, еще что-то пропустил из того, что звучит. Что больше понравилось? Вот сейчас из идей. Не знаю, я боюсь. Еще половину из них я очень боюсь. Ага. Что боишься, а то и надо делать. Нет, как раз я боюсь тех, которые точно делают. Ну, хорошо. Давайте поблагодарим и поддержим капитана. Давайте поблагодарим. До встречи. Благодарим. Благодарим.